следующий вопрос как восстанавливать энергию после рабочей смены людей не хочется видеть все вообще сразу же отвечу что это абсолютно нормальное состояние когда после активных работ активных действий хочется какого-то передыха это абсолютно нормально уединение это норма для человека который активно работает в свои рабочие дни как восстанавливать энергию я скидывала когда-то вам ссылку на восстановление энергии она есть в группе умные крошки маника можете переходить туда еще раз все перечитать здесь подчеркнуть хочу то что кроме вас самих за вас эту работу никто не сделает допустим тот же восстановление энергии с помощью физических нагрузок с помощью спорта вы понимаете да что я за вас не сделаю эту физическую нагрузку то есть вам придется самим вставать и бегать по утрам или заниматься зарядкой по утрам и или вечером там перед телеком что-то поразминаться порастягиваться но это необходимо делать просто выберите то что вам по душе будет это чему что вам будет больше нравится именно из физической нагрузки кому-то нравится бег мне допустим бега особо не нравится мне нравится быстрая ходьба я вот беру собаку и иду гулять в это время у меня какой-нибудь тренинг в ушах и я его слушаю мне такая нравится физическая нагрузка мне очень нравится восстанавливать свою энергию с помощью новых курсов с помощью новых знаний идти обучаться делиться информации обсуждать и там штормить мозг вот это вот все меня очень сильно заряжает у каждого свой метод восстановления энергии но то что не хочется определенное время видеть людей это есть нормально для активного образа мне тоже иногда хочется прям либо уехать к себе на дачу в лес там в окружности пяти километров нет людей вообще либо же дома посидеть один день это же вообще ни с кем не разговаривать и просто даже залипнуть в сериальчик какой-нибудь это бывает это нормально человек который активно работает это нормальное состояние ненормальное состояние у человека такое если он не активно работает на своей работе именно в свои рабочие дни и ему точно также хочется уединиться от людей и забыться после неактивных рабочих дней что значит активный рабочий день это когда ты полностью себя отдаешь работе в тот момент когда ты находишься на работе то есть ты полностью сфокусирован на рабочих процессах допустим ты сидишь пилишь ногти ты не думаешь о борще домашнем либо же ты сидишь пилишь ногти ты не думаешь как извините но так есть не думаешь как ты там вчера провела свидание или какой был секс позавчера вот это есть не активная рабочий момент активная фаза работы это когда человек полностью погружен в процесс работы то есть он полностью взаимодействует с клиентом он полностью уникает клиента он полностью консультирует в консультирует клиента так как это необходимо потом по высшему разряду консультации вот это вот все активная фаза рабочие чтобы восстанавливать энергию вы точно также должны работать над собой и дома в свой выходной день если просто вот так вот залипнуть там я не знаю на неделю вообще в кровати в телеке в тупица в телек и ничего не делать то я думаю что здесь нужно помощи психиатра но не психолога психиатры думаю это уже психическое какое-то отклонение и необходимо уже брать себя жестко за жопу только сам себя человек может вытянуть из какого-то залипшего состояния я всегда привожу в пример повесть о барона мюнхаусен и как он от себя вытянул за косичку из болота это все метафоры болото это ежедневная наша рутина ежедневные наши какие-то прокрастинации ежедневная наша ли они ежедневные наши там апатия депрессия плохое настроение негатив и так далее и только сам человек сам себя может вытянуть из этого болота точно так же как и сделал это барон мюнхаусен взял себе за косичку и вытянул за косичку из болота то есть своими собственными усилиями человек делает какие-то действия допустим есть какая-то апатия берем себя за жопу и заставляем идти действовать заставляем себя работать работать творчество лучше всего углубиться будет творчество это больше всего дает энергия творчество бывает абсолютно разного порядка понимаете можно даже посуду помыть творчески можно к этому подойти с творческого с творческой стороны можно полы дома помыть с творческой стороны можно борщ приготовить творческой стороны и красиво накрыть на стол там встречая супруга дома творчество находится в любом моменте когда человек что-то создают создав создание чего-либо равно творчество но только создание когда ты сам создаешь что-либо не когда ты там взял и скопировал и что-то чьё-то а когда ты сам реально создаешь своими руками своими мозгами своими действиями вот это тоже очень сильно наполняет энергией человека также вот пошли уже такие более как это правильно сказать прагматические вещи и про более реальные вещи это я сейчас все рассказывала обобщенно да но сейчас углубимся более такие точечные первое когда приходим на работу необходимо легче относиться к работе не грузит себя тем что у и опять иду на работу кто-то там на море а кто там отдыхает там инстаграмчик залипли а там кто-то там мальдивы какие-то показывает я иду на работу и так далее вот это вот все залепок который очень сильно влияет на восприятие работы вообще себя как легче на работе воспринимать человек сам себя больше накручивает и сам себя больше грузит нежели это и есть на самом деле вообще все в мире очень легко очень просто очень позитивно но мы же любим и все себя подгрузить потому что у нас так учили самого бабушкиного детства что все в этой жизни тяжело на самом деле все очень легко и об этом надо все больше и больше думать действительно становится все легче и легче и легче позитивно настраиваться на работу делает делать сами себе позитивное настроение утром допустим как это можно сделать сделать себе вкусный бутербродик с утра к тот который именно хочешь ты они тот который там но опять же про полезность они тот который там химически напичкованный или не тот который там а просто то что есть в холодильнике называется нет подзаботься об а позаботься о себе с начиная с вечера допустим если мне нравится с утра кушать бутербродик там допустим с хрустиком с авокадо из красной рыбкой значит я могу себя взять и побаловать это будет и это будет даже полезно моему организму если допустим мне какой-то хочется химии химориан съесть с утра но я наверное подумаю стоит ли оно того то есть вот баловать себя полезностями едете утром на работу включили какой-нибудь там я не знаю смешные видео поржали поприкалывались почитали что-нибудь интересное берите книги читайте в дороге пока едете на работу если есть возможность допустим у меня нет возможности чтения книг я слушаю аудио либо слушаю музыку в зависимости от моего настроения с утра но мне необходимо обязательно когда я по приеду на работу или еду по своим делам я всегда с утра заряжаюсь каким-нибудь позитивным настроением каким-нибудь позитивом так меньше себя накручивать уже сказала и повторюсь еще раз реально меньше себя накручивать потому что даже то что вы думаете о ком то это большей части является неправдой с обратной связи того человека там допустим бы я могу зайти там на работу со своими мыслями в голове да там с прокручиванием каких-либо решения в голове каких-либо ситуаций и максимально быстрых решений максимально удобных и комфортных для всех решений с максимальным с максимально минимальными потерями и я могу там зайти вот вся такая вот в своих мыслях и у меня вообще далеко улыбки не будет на голове на лице потому что я вся там я вся в этих в решении в этого вопроса и допустим кто-то может а я знаю что у нас такие есть кадры которые сидят и думают о том что боже ты наверное я что-то накосячила опять что-то я сделала я вообще в этот момент вообще не думала ни о каком мастере кто там что там косячил и потому что есть более другие вопросы которые необходимо решать сейчас и вообще у меня допустим нет такого понятия как мастер накосячили вот она админ у нас может накосячить а вот если мастера мастер может тоже накосячить если он заведомо сделал неправильно неправильно техник работы допустим заведомо то есть мастер знает как это делать правильно но он пренебрег определенными правилами и вот вот это вот да вот это вот мастер 1 косячил но опять же как это все решается эти вопросы решаются я задаю вопросы ну вы это видите вы это знаете в группе почему 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 потому что мне важно чтобы до мастера доходило самостоятельно в голове потому что если я буду давать постоянно готовое решение, и у вас мозг не будет работать, вы будете атрофироваться, и у меня будут просто, будет коллектив инвалидников, таких вот моральных инвалидников, это и есть неправильно, я не хочу, чтобы у меня были такие люди, я только хочу, чтобы были всегда люди с мозгами, с мозгами, вот, поэтому меньше накручивайте себя, потому что, еще раз повторюсь, в большинстве случаев это есть все не так, как вы на самом деле, как вы думаете, это вообще может не отвечать реальности, вообще, вообще это может быть противоположная сторона, поэтому также вот эти вот накрут мысли могут привести к головным болям, к проблемам со зрением, вообще к усталости, очень большую усталость, к тяжести, вот этот вот на самом деле просто-напросто тяжелые мысли, тяжелый накрут и негативные мысли, поэтому человек в большинстве случаев проблемы создает сами себе этими же мыслями, этими же накрутами какими-то. Далее, хорошо наполняет энергией, если у вас есть план, цели и шаги выполнения к этому, и вы следуете этим целям, этим планам и вы пополняете шаги. Если у вас ваша планировка, ваши цели находятся в таком вот абстракционном облаке, которое витает над вами и вы при этом ничего не делаете, это называется мыслеформа, которая седает на вас и она забирает у вас энергию, потому что это ваш ребенок, которого вы создали, ей необходима подпитка от вас энергии, потому что ей надо за что-то жить, и она высасывает от вас энергию, это есть нормальные процессы энергетические, поэтому опять же, меньше думаем, больше делаем. Вот правда, создаете себе план действия, развития, там допустим, вот мастер знает, что ему необходимо научиться делать коррекцию, значит ему надо взять и создать план действия, что ему необходимо для того, чтобы научиться делать коррекцию, повыситься в квалификации и стать более, еще более топовым мастером и зарабатывать в конце концов больше, потому что у нас мастера могут зарабатывать 50 и 60 тысяч гривен в месяц, но пока что мы идем к этому медленными шагами, а можно было идти очень-очень быстрыми шагами, очень быстро все перепрыгнуть вообще в Киеве, и не только в Киеве. Поэтому план, цели и шаги выполнения, либо делайте сами, либо говорите мне, пишите мне там, что Алена, мне надо спланировать, давайте, потому что мне уже так надоелось сидеть на месте, я уже просто не могу, у меня вот эта вот вся жизнь, вот эта вот вся апатия, все это депрессия меня просто достало, надо что-то делать и надо начинать жить, потому что бряха мухи, а я молодая девка, а сижу в жопе. Это будет совсем другой разговор, конечно же. Если же планов и целей нету, то ну тогда очень тяжело говорить о наполнении энергии, если человек сам в принципе ничего не планирует и ничего не хочет достигать в этой жизни, то ну да, тогда только вариант прокрастинации. Опять же, человек выбирает сам свой путь и свою дорогу. Жизнь это вообще, это постоянное движение в правильном векторном направлении. Что значит правильное векторное направление? Это то, когда вы из своего движения получаете в любом случае развития. Не важно, что вы делаете, но вы получаете в любом случае развитие. Вы пилите форму, вы выстраиваете ее все одинаково, одинаково и стараетесь максимально, максимально все, чтобы было одинаково, это есть ваше развитие. Вы создаете идеальный блик, это опять же, это творчество, создать идеальный блик, это наполнение энергии, потому что когда ты реально вот выглаживаешь вот каждую вот эту вот частичку, каждую каждую вот эти вот одного точек доводишь до идеального состояния, это есть творчество, но наполняет очень сильной энергией, когда ты целый день пилишь в таком режиме, когда у тебя есть легкость, когда ты создаешь красоту, ты не просто пилишь, вот просто сидишь и пилишь, а когда ты реально создаешь красоту, вот это вот все ваше состояние вы создаете сами на работе, никто больше не создает, вообще вечером не будет абсолютно никакой усталости, вот вообще, и вы на выходных будете хотеть на работу, и вы на выходных будете разглядывать ногти и так далее, потому что вы создаете сами, самостоятельно, вот эту всю красоту. Клиент к вам приходит в салон, он приходит не только за красивыми ноготочками, я говорила это у себя в сторис, он приходит также за заботой, за любовью, она сама себе может сделать маникюрчик дома, и может быть даже через определенное время она будет его делать гораздо лучше, нежели топовые мастера в Украине, но мы платим еще также за внимание к нам, если мы будем относиться к клиентам с такой же заботой, с такой же отдачей, с такой же вот мотивацией, прям вот крутой, клевой мотивацией сделать женщину красивой, мы будем получать крутейшую отдачу энергии от клиента, и мы будем опять же наполняться этой энергией сполна, мы не будем уставать, и нам на выходных дням, нам будет хотеться еще больше отдачи, вот это вот потом в работе. Когда клиент приходит со своими проблемами, начинает вас грузить со своими проблемами, пожалуйста, не зацикливайтесь на их проблемах, это его проблемы. Вы можете сказать, ого, ага, что-то посоветовать, что-то порекомендовать, но не надо эти проблемы грузить на себя, нести их домой, и потом еще дома обсуждать там с мужем. Если это интересная какая-то ситуация, то да, можно ее рассмотреть, и можно ее обсудить, потому что это действительно интересно. Если это ситуация такая из характера типа, пожалейте меня, потому что я бедная, несчастная, вообще не рекомендую вникать в это, вот вообще, сидите, увукайте, и делайте свое дело, создавайте красивые ногти, делайте творчество на ногтях. Не грузиться проблемами на работе, по типу такого, как кто-то не помыл там баночку какую-то, или вот кто-то оставил маску после себя в учебке грязную, я и мусорку утилизирую, если кто увидел. Значит, полегче, опять же, к этому относиться. Вы видели грязную балочку? Скажите администратору, подойдите и скажите. Катя, Ника, вот грязную баночку, тысячу раз об этом говорили, пожалуйста, проследите, кто свинья. И дальше уже следствие ведут администраторы и Алена, и находят того, кто какашит. И ведется индивидуальный разговор с таким мастером. Проще к этому относиться. Вы поймите, оно единственное, что человек, который живет в бардаке, человек, который сам неопрятный, человек, который сам грязный, неухоженный, с плохим настроением, с депрессией какой-то, с апатией, честно, лучше пожалеть этого человека, нежели злиться на него, потому что этот человек на самом деле глубоко несчастен, ему просто надо помочь. Возможно, добрым словом, а возможно, иногда и нагоняем или поджопником, потому что иногда людям, кроме как стряска хорошая, ничего не помогает. Если уже хорошее, доброе слово, человек не слышит. Поэтому не злимся, не проще относимся, легче относимся и просто спокойно говорим свое мнение, что да, человек какашка, да, человек свинья, то, что он нагадил всем остальным. Но это проблема этого личного человека. И он не хочет, к сожалению, допустим, меняться, он не слышит то, о чем мы говорили. И не стоит обижаться на таких людей, потому что, повторюсь, этот человек на самом деле очень глубоко несчастный. Так, ну в принципе вот все, все, что я сделала себе по метке, я сказала. То есть, какие выводы? Если ты находишься в творческом моменте, в творческом процессе, на работе ты уставать не будешь. Если ты отдаешься заботе клиента, если ты отдаешь свою любовь клиенту, ты от него получаешь в два раза больше, это тебя наполняет еще больше, больше и больше. Если клиент пришел сам негативщик, если он пришел такой весь шипящий, успокаиваем клиента простыми консультациями, простыми разговорами, заботливым отношениям, заботливой любовью, и вы видите, как у человека во время услуги у него будет меняться состояние на все лучше, 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 и интереснее, прикольно, и в итоге она будет уходить и говорит, слушай, ну я прям вообще, у меня настроение вообще поменялось, вообще спасибо за маникюр. Она будет вам говорить спасибо за маникюр, на самом деле она вообще не понимает, что вы полностью поменяли ее состояние, и вам идет отдача в несколько раз больше по энергии, нежели вы отдали сами. И это нормально, если вы активно работаете в свой рабочий день на работе, это нормально. Потом определенное время, определенное время не видеть людей, не хотеть видеть людей, это нормально, потому что вы, у вас идет огромный процесс вот такой вот циркуляции энергии, и иногда просто надо дома там почилиться, или уехать куда-нибудь на природу, или почилиться на природе, это есть нормально. Ищем вдохновение везде, везде, где только можно, в позитивных роликах, в разговоре с людьми, не общайтесь, не слушайте людей, которые негативят, которые тянут вниз, которые чего-то не хотят, которые депрессируют, аппатируют, прокрастинизируют. Не надо общаться с такими людьми. И даже если вы видите таких людей на работе, старайтесь, вот я не говорю о том, что там прям, да, она к тебе подходит, то что ты спрашиваешь, я такой, нет, нет, у дед меня, нет, такого делать, конечно же, не надо. Просто вот ограничить это общение, общаться с теми людьми, которые реально хотят, которые реально стремятся, которые реально действуют, крутятся, идут и так далее. Это будет вас заряжать еще больше энергии. И помним о том, что мы сами создаем свое настроение. Вот как у вас восполняется энергия. Я надеюсь, я ответила на этот вопрос. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!